Всем огромнейший привет! Сегодня я хочу поделиться с вами содержанием вот этой книжечки. Я недавно была в нашем книжном магазине, посмотрела, что из новинок есть по рукоделию. И вот эта книжечка привлекла мое внимание. Это книга о технике Хардангер из моей энциклопедии для вышивки. И автор этой книги Жислен Йон. Ну, не знаю, первый раз, конечно, это имя вижу и произношу, поэтому нут как-то есть. Но книжечка вообще достойна внимания. Здесь, конечно же, все изделия в технике Хардангер, но они настолько милые, настолько домашние, настолько изящные. Покажу, что здесь по содержанию есть. Вначале несколько слов о технике, о вышивальных стежках, и потом пойдут работы. Вот у нас есть фото автора. И автор пишет, что в своей первой книге я бы хотела представить вам вышивку Хардангер в новом свете. Я очень люблю декорировать, особенно украшать пестрыми тканями рамки или собирать из состаренных тканей панно. Мой любимый материал это льняная канва. На ней работы получаются изысканными, а вышивка отличается тонкостью. Надеюсь, что модели из этой книги вдохновят вас на создание новых моделей. А техника Хардангер станет для вас, как и для меня, синонимом слова удовольствие. Ну что ж, очень, по-моему, радостные слова. Такое вступление неплохое от автора. На самом деле здесь представлены вышивальные стежки для этой техники. Очень-очень обычные. В любой другой книге с этой техникой вы обязательно их найдете. Их не так много. Здесь всего несколько страничек отведено. Основная ценность этого издания, на мой взгляд, это как раз те вещицы, которые и получаются у автора в этой технике. Она разделила их на несколько частей, эти работы. И вот первый называется «Выход в город». И мы тут видим сразу же на картиночке. Это сумка, это какой-то бумажник и какой-то плач. Вот сумочка, очень милая, достаточно. Ну, опять же, конечно, это все в таком льняном стиле. Она сама говорит, что она вышивает его на льне. То есть она не берет... Я имею в виду этот стежок, да, эту технику она вышивает на льне. Она не берет, как я понимаю, специальные ткани для хардангера. Вот вышивается таким образом бумажник. Вроде бы не так уж и замысловато, но при этом получается достаточно милая вещица. Здесь всего нужно подобрать какие-нибудь интересные пуговки. Здесь у нее еще бисер есть на пуговках. И такую льняную ленту в тон. И такой некий кармашек. Дальше пойдут работы под названием «Ностальгическая атмосфера». И мы видим здесь уже ту коллекцию работ, про которые будет поподробнее информация попозже. Это мешочек для белья. Ключница. Ключница, конечно, мне очень нравится. Она очень проста. В основном здесь идет хардангер. Пришиваются, конечно, дополнительно ленты. Это вышивка крестиком. Но тоже очень незамысловатая. И еще дополнительно нужно пришить крючки, на которые и вешаются ключики. Но зато как изящно и как красиво. Скамеечка для ног. Ну, про скамеечки для ног я уже говорила. Что, наверное, в нашей жизни скамеечки для ног не так популярны. Как возможно, они популярны в европейских таких интерьерах. Дальше идет фантазийное сердечко. Опять же, как предмет какого-то подарка или просто прикрепить такое сердечко к завернутому упакованному подарку. Мне кажется, очень милая такая деталь, которая будет отражать ваши отношения к человеку. Несколько работ она объединила в лазурный край. Вот мы видим, что здесь будет занавесочка. Очень симпатично. Вот здесь вот выполнена такая... Сейчас будет дальше она поближе, поэтому можно будет разглядеть дорожка и игольница, как я понимаю. Вот занавеска. Действительно, очень красивые, нежно подобранные цвета. Мне очень нравится соединение обыкновенной ткани. Скорее всего, это льняная ткань. Возможно, с добавлением хлопка или шелка. И вот так красиво можно сделать подзор у этой занавески. Вот безумно красиво, на мой взгляд. Мне вот такие вещи очень и очень нравятся и они привлекают. Дальше можно сделать подхват для занавесочки в этом же стиле. Но тоже очень... Очень милый. И подвес-подушечка. Ну, подвес-подушечка у нас вполне может превратиться в игольницу. Как я понимаю, здесь выполнена техника хардангер на отдельных кусочках и потом они вместе собираются на эту подушечку, где есть узор крестиком. Следующий отдел или раздел этой книги – это швейный несессор. Боюсь, может быть, не очень будет вам видно, но сейчас пойдет поближе. Портновская картинка просто удивительная. Ее можно разглядывать часами. Она выполнена в стиле пэтчворка. Если вот здесь вот посмотрите, здесь есть и кусочек какой-то ткани. Из бабушкиного сундука, что ли, да, можно сказать. И кусочек с вышивкой, и кусочек с хардангером. И здесь вот пришито и кружево, и бусина перламутровая. Здесь какие-то шармики вот пришитые. Вот здесь видно, что даже заплаточка такая симпатичная. И на нее нашивается вот бусина перламутровая. Тоже ножнички в виде украшения. Если начать приглядываться к тому, как оформлена эта портновская корзиночка, то можно очень долго над этим просидеть. Вот мне нравятся такие вещички. Я понимаю, что это, конечно, ерунда на самом деле. Кто таким будет заниматься? Но если взять саму идею, то можно ведь применить к чему угодно. Можно сделать и обложечки такие. Но это ближе к нашей тематике, наверное, потому что портновские корзинки. Да, впрочем, может быть, у кого-то есть и портновские корзинки. Чего же я так? Здесь поближе показаны, какие узоры. Дается схема и поближе узоры. Следующий кармашек для ножниц тоже очень симпатичный. На такой вот интересной ленте, гофрированной. Тоже, мне кажется, достаточно просто выполняется. Нужно сказать, что автор здесь выполняет эти стишки либо нитками перле компании DMC, либо она выполняет... Ну, это вот не перле, это, по-моему, она выполняет нитками. Обманула. Хлопок перле в Альдане. Номер 8 и номер 12 в основном. Я думаю, что это какие-то итальянские, такой мультиколор. Тоже можно найти. В крайнем случае у нас вполне можно сделать такую вышивку и нитками ирис. Почему нет? Вот от этой игольницы я просто в полном восторге. Вы посмотрите, как она открывается, как книжечка. А работа всего на один день. Здесь пришивается такой симпатичный наперсток для того, чтобы удобнее было открывать вот клапан у этой книжечки. И вот, пожалуйста, иголочки. Милая-милая вещичка. И подушечка для булавочек с корзиночкой. Но она, вернее, выполняется при помощи вот такой маленькой корзинки. Корзинки. Да, вот автор пишет, что нужна будет еще дополнительно одна корзиночка диаметром 7 метров и высотой 5. Ну, мы-то знаем, где брать корзиночки. Но у нас не корзиночки, у нас баночек просто завалить, которые тоже можно вполне пустить в дело. Следующий раздел книги – это цветущее окружение. Посмотрите, как красиво смотрится хардангер в цветном исполнении. Если взять красную ниточку, то получается замечательная подушка. В сочетании с тканью просто очень-очень выигрышно, на мой взгляд, все это выглядит. Здесь поближе нам показывают и рассказывают, как можно пошить этот чехол для подушки. Ну, красивейшие, конечно, мотивы. Поэтому-то я и приобрела книгу, потому что я была в восторге вот от этих работ, которые предложила автор. Далее у нее картина с паспорту в форме сердца. Честно говоря, вот здесь вот я не очень поняла эту картину с паспорту в форме сердца, поскольку здесь в картине получается основным моментом является вот этот кусочек со стежками. Как-то странновато. Но сама как рама, вот очень-очень удачная, мне кажется, идея. И исполнение тоже симпатичное. Здесь у нее сочетается и льняная ткань с хардангером. И, по-моему, это цветастый хлопок. То есть она и здесь еще рамочку в 3D-эффекте делает. Уголочки выполнены. Ну, вот единственное, что меня смущает, это центральное исполнение. В принципе, его можно не делать и остаться довольным и таким результатом. Следующая это крышка для коробки. Вот опять же нитка Multicolor. В данном случае я не смогу прочитать вам фирму. Да, мне кажется, это что-то на французском. С французским я совсем новой. Поэтому, как идею, можно всегда найти и подсмотреть, и применить. В достаточно таком деревенском стиле, как мне кажется. Натуральное дерево в сочетании таких бежевато-коричневатых ниток. Очень и очень симпатично смотрится. И еще напоследок такой четырехгранный подвес. Здесь тоже рассказывается, как нужно эту штучку сделать. Дается даже выкройка. И в конце книжки автор делится схемами. То есть, во всей книге вы не найдете схема, просто описание со сносками. На какую страничку нужно перелеснуть, чтобы посмотреть, что и как вышивать. Вот я показываю, ну, пролистываю, скажем так, не показываю, пролистываю схемы. И на этом книжечка заканчивается. А в нашем магазине эта книга стоила 381 рубль. Но поскольку у меня там скидочка уже накопилась, мне она встала в 347 рублей. Может, конечно, это дорого для такой тоненькой книжечки. Но она полна интересных идей, которыми я могу воспользоваться в любой момент. Естественно, когда я ее купила и принесла домой, я тут же вытащила канву специально для Хардангера. Вот у меня есть розовый цвет. Это канва Цвайгард. Я ее покупала уже 100 лет назад. Лежала все время у меня в комоде. И я решила, что дай-ка я посмотрю, что здесь вышить. Что же здесь можно вышить. Единственное, что у меня нет ниток перле. Мне нужно посмотреть, может быть, из каких-то старых наборов я что-то могу вытащить. Или что-то поискать подходящее. Вот я думаю, что с этими тканюшками я уже попробую что-то сделать. И в скором времени покажу результат своих усилий. А всем желаю прекрасного рукодельного настроения. До новых видео, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok